Добрый вечер на РБК ОФА. Региональные новости в студии Маргариты Гафарова. Портфель соглашений, подписанных на форуме «Башкортостан зовет», составил 4 миллиарда 600 миллионов рублей. В частности, в республике будет организовано производство порошкового силикогеля, появится завод крупнопанельного домостроения. В планах строительство карго-терминала и большой гостиницы возле Уфимского железнодорожного вокзала. Подробную презентацию экономического потенциала республики провел первый вице-премьер башкирского правительства Андрей Назаров. Он сообщил о том, что в 2020 году в Уфе благоустроят так называемую «аллею славы инвесторов». Но все-таки главным стимулом для вложения денег в регион, по словам Андрея Назарова, должны стать многочисленные инструменты государственной поддержки. Глава республики Радий Хабиров заявил, что работа над инвестициями должна иметь естественный синергетический эффект для выполнения социальных обязательств перед жителями. Есть соглашение с нашими турецкими партнерами. Мы долго искали инвестора на строительство отеля около нашего железнодорожного вокзала. Там довольно инвестиционная площадка, на наш взгляд, но вот долго не могли найти. И поэтому вот вроде мы нашли партнеров, компания Казова, с ними у нас есть по отелю. И договорились по проработке вопроса о строительстве и создании грузового терминала в нашем аэропорту международном. Это очень большой объект, и он увязывается с ростом грузоперевозок нашего аэропорта. Поэтому вот это один из вариантов. Помимо этого, в рамках деятельности правительства, моих коллег, отраслевых министров, целый ряд соглашений есть и в сфере аграрного производства, и в сфере строительства и так далее. Нужно каким-то образом ломать ту картину, которая создана. Иногда и мы способствуем, к сожалению, созданию такой картины. Потому что человек инвестирует в то, что он хочет заработать. И если у него появляется эта уверенность, что можно заработать, то он будет инвестировать. Это нет вопроса. Значит, его пугают рассказы о бандитизме в 90-х. Его пугают, что у него могут однять, что непредсказуемо. И должен быть пример, что это не так. И если бы так оказалось, что Башкортостан оказался островком вот такого, как бы сказать, финансового рая, я чуть преувеличиваю, то, понимаете, это привело бы. То есть надо заниматься пиаром, помимо всего прочего. Надо о себе говорить. Также продолжился разговор и о создании в регионе фонда прямых иностранных инвестиций. О поддержке этой инициативы заявил Александр Махров, директор по региональным проектам федерального фонда. По его словам, в случае необходимости властям республики будет оказана не только методологическая помощь, но и привлечение к этому партнеров РФПИ. Это не филиал РФПИ. Более того, я вам скажу, что это будет один из уникальных опытов, потому что, ну, я думаю, что такого рода вещи есть в очень ограниченном количестве объектов. Я думаю, что не больше, чем в трех. Они имеют некую другую структуру, чем фонд. Считаю, что тема очень перспективная. Мы готовы ее поддерживать и партнерствовать с этим вновь создаваемым фондом. Инвестиционный форум «Башкортостан зовет» впервые проходит в столице Башкортостана. В его работе участвуют руководители органов государственной власти, агентство стратегических инициатив, российского фонда прямых инвестиций, фонда развития промышленности и фонда развития моногородов. В числе гостей инвесторы, которые презентуют перспективные проекты на территории региона. На площадке форума 14 участников списка Forbes. Врачам и фельдшерам скорой помощи, работающим в Уфе, будут компенсировать затраты на приобретение жилья. Изменения вступят в силу с 1 января будущего года. Такое решение принял Горсовет столицы. Так, врачи скорой медицинской помощи получат в общей сложности 500 тысяч рублей. Причем выплаты предусмотрены в три этапа – по 100, 150 и 250 тысяч рублей соответственно. Фельдшеры могут рассчитывать на сумму в 350 тысяч рублей. Она также будет выплачиваться в три этапа – по 100 и 150 тысяч рублей соответственно. Согласно решению Городского совета, компенсацию на приобретение жилья будут получать те медики, которые поступили на работу в госучреждения после 1 января будущего года, причем на условиях полного рабочего дня. В числе обязательных условий – отсутствие трудовых отношений с государственными больницами в период с 1 января по 31 декабря 2019 года. Кроме того, договор о компенсации должен быть подписан в течение трех месяцев с момента заключения трудового договора. По нему врачи и фельдшеры должны будут отработать в лечебном учреждении не менее пяти лет на полной ставке. Глава Республики Радий Хабиров пообещал внушительное вознаграждение за информацию о производителях незаконного суррогата. Об этом он написал на своей странице в соцсетях. В случае, если житель Башкортостана обнаружил подпольное производство алкоголя и сообщил об этом властям, он получит денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей. За информацию о продавце – 2 тысячи рублей. Осведомителю гарантируют анонимность и своевременную оплату. Сообщить о нарушителях можно в Госкомторговле Республики на портале «Безопасная среда». Радий Хабиров напомнил, с момента активной борьбы с суррогатным алкоголем в Республике сохранено 115 жизней. Закрыто 8 нелегальных производственных цехов и изъято более 70 тысяч литров смертельно опасной спиртосодержащей продукции. В Уфе предлагают продавать памятники архитектуры не дороже 1 рубля. С такой инициативой выступил главный архитектор столицы на заседании Горсовета. По мнению инициатора, Уфа нуждается в целевой программе по сохранению объектов культурного наследия. В программу могут войти только те объекты, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Так, инвесторам и будущим собственникам, выкупившим старинные дома, будут предъявляться требования по реставрации старинных зданий. При этом эксперты полагают, что в этой идее нет ничего плохого, поскольку похожая программа 1 рубль за квадратный метр, которая была опробирована в Москве на условиях аренды, работала в тех случаях, когда для инвесторов создавалось максимально благоприятное условие. Такой же опыт демонстрирует и Томск. Я думаю, что выиграют все. И государство, так как будут восстанавливаться здания, и муниципальные структуры, так как город не может не иметь средств на восстановление зданий, так и инвесторы, которые получат в пользование объекта культурного наследия, которые имеют большую ценность и материальную, и духовную, и так далее. Стоит отметить, что в Уфе находится 874 памятника архитектуры, 330 из которых включены в реестр объектов культурного наследия. Только 33 объекта от общего числа находятся в муниципальной собственности, 16 в неудовлетворительном состоянии. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Хорошего вечера. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!